Привет, друзья! Вы на канале Фактограф. В этом видео мы покажем вам самых миниатюрных существ нашей планеты. Вы увидите самых крохотных приматов, рептилий и млекопитающих. Узнаете, кто из них является хищником, а кто безобидным зверьком. Кто опыляет цветы, а кто уничтожает вредителей. Кто настолько мал, что может уместиться в коробке из-под спичек. А кто может спокойно сидеть даже на человеческом ногте. Удивительные, прекрасные, необычные – это все о малютках из сегодняшней ТОП-десятки. Так что берите рюкзак и вперед в кругосветное путешествие. Знакомиться с самыми маленькими животными в мире. Мармозетка или карликовая игрунка – 25-35 сантиметров. Один из самых мелких приматов на Земле. Длина его тела вместе с головой составляет 11-15 сантиметров, плюс еще хвост около 20. Животное помещается на ладони человека и весит всего лишь 150 граммов. Карликовые игрунки имеют длинную густую шерсть, окрашенную в золотисто-бурый цвет. Их большие миндалевидные глаза придают взгляду некую наивность, а мордочке – милый вид. Проворных мини-обезьян можно встретить в джунглях Латинской Америки и в долинах Амазонки. Они обитают на деревьях и, передвигаясь на четырех лапах, умело перепрыгивают светки на ветку. Легкие кокпушинки и игрунки без проблем забираются на вершину самого высокого дерева. Характерными резкими движениями тела маленькие приматы напоминают белок. Эти дневные животные живут родовыми группами, состоящими из нескольких поколений. Питаются игрунки древесным соком, фруктами, ягодами и насекомыми. Мышиный лемур 20-27 сантиметров – это ближайший конкурент карликовой игрунки за звание самого миниатюрного примата в мире. Длина тела крохотного лемура 9-12 сантиметров, хвост 13-14 и вес около 60 граммов. Представители вида наделены короткой округлой мордочкой, выпученными большими глазами, густой мягкой шерстью светло-коричневого окраса. Карликовые лемуры живут на западе и севере Мадагаскара, в районах сухих лиственных и смешанных лесов острова. Эти активные древесные животные ведут ночной образ жизни. Большую часть времени они проводят на деревьях, могут прыгать в длину на расстоянии до 3 метров, питаются мини-лемуры в одиночку, но спят группами в дуплах деревьев. Рацион животных состоит из насекомых, цветов, плодов деревьев и нектара. Мышиные лемуры обладают нехарактерной для приматов чертой, проводят в спячке сухое и прохладное время года. Карликовый летучий кускус – 13-16 сантиметров. Крохотные представители семейства сумчатых имеют длинный хвост до 9 сантиметров и тело около 6. Весит животное всего 10-15 граммов и внешне напоминает орешниковую соню. По бокам вдоль тела тянется неширокая кожная складка – перепонка, к которой соединены передние и задние конечности. Благодаря этому животное способно пролететь в прыжке до 25 метров. Шерсть карликового литуна мягкая, шелковистая, окрашена в серый или коричневый цвет. Характерной чертой кускуса является тонкий и длинный хвост. Он украшенный двумя гребнями жестких волос по бокам, что делает его похожим на перо. Ночной зверек устраивает гнезда в дуплах деревьев и ведет древесный образ жизни. Рацион животного состоит из насекомых, личинок и нектара растений. Примечательно, что при ухудшении погодных условий кускус может погрузиться в состояние оцепенения, продолжающиеся до 14 дней. Барбадосская узкоротая змея – 10 сантиметров. Самая маленькая змея на Земле была найдена на острове Барбадос сравнительно недавно, в 2008 году. Она обитает в лесах восточной и центральной части острова, укрываясь подальше от всех в камнях и траве. Барбадосская змея окрашена в коричневый цвет с бликами и имеет одинаковый диаметр по всей длине тела. Внешним видом и манерой рыть норы под землей она очень похожа на дождевого червя. Узкоротая змея получила свое название из-за необычного строения рта. Зубы у нее есть только на нижней подвижной челюсти, которая выполняет все жевательные функции. Рацион этих малюток состоит из личинок червей и термитов. Продолжительность жизни миниатюрной змеи чрезвычайно коротка. Длится она лишь от весны к осени. Кроме того, эта кроха не является ядовитой. Капская крапчатая плоская черепаха 6-10 см. Это самый миниатюрный в мире вид черепах. Их максимальный вес составляет всего 160 граммов. Внешний вид рептилии соответствует их названию. Панцирь окрашен в бежево-коричневый цвет с темными пятнами. По центру панцирь немного вдавлен, а на конечностях животного есть небольшие бедренные шпоры. Также, в отличие от других видов, на передних лапах у крапчатой черепахи не 4, а 5 пальцев. Эти маленькие сухопутные рептилии обитают только в ЮАР и на юге Намибии. Они живут в каменистых местностях, где легко могут укрыться под камнями и в узких расщелинах от хищников или палящего солнца. Камуфляжный окрас капских черепах помогает им сливаться с местным ландшафтом. Питаются мини-рептилии в основном растительностью, цветами, листьями, стеблями. Карликовая белозубка или этрусская землеройка 6-7 см. Это уникальное животное имеет длину тела 3-4 см и еще около 3 см добавляет хвост. Вес карликовой белозубки не превышает 1,8 грамма. У малютки крупная голова по отношению к телу, вытянутый подвижный хоботок, короткие усы. Блестящая шерсть на спине имеет буросерый окрас, а на брюшке более светлый. Сердечко мини-землеройки бьется с невообразимой скоростью 25 ударов в секунду. Это животное постоянно двигается и спит всего 2 часа в сутки. Чрезвычайно быстрый обмен веществ вынуждает белозубку почти непрерывно питаться и поглощать за сутки в 2 раза больше пищи, чем составляет ее собственный вес. Эта кроха охотится на насекомых, молодых лягушек и ящериц, которые часто превышают ее в размерах. Карликовая белозубка встречается в Северной Америке, Южной Европе, Азии и Индии. Сельца она во влажных естественных укрытиях, в разваленных строениях, в скальных трещинах, вдоль водоемов, а также возле людей, в огородах, садах и полях. Мини-землеройка приносит пользу сельскому хозяйству, уничтожая насекомых-вредителей. Калибри пчелка 5-6 сантиметров. Самая маленькая в мире птица весит всего 2 грамма. На вид она не больше пчелы и также обожает нектар. Подлетая к цветку, калибри зависает над ним в горизонтальном положении. Делая более 90 взмахов крыльями в секунду, она высасывает нектар. Сетчатка глаза человека даже не может уловить такую огромную частоту работы крыльями. Кроме того, сердце калибри совершает от 300 до 500 ударов в секунду. За день малютка способна посетить около 1500 цветущих растений. Эта птичка играет важную роль в размножении растений. Она переносит пыльцу, которая при кормлении попадает на ее голову и клюв. Самые мелкие представители семейства калибри встречаются исключительно в некоторых районах острова Куба. Взрослых самцов можно узнать по голубому оперению с разноцветными переливами на солнце. Самки же отличаются зеленым цветом и белыми кончиками перьев хвоста. Свиноносая летучая мышь – 3 см. Сегодня это животное является самым крохотным представителем отряда рукокрылых и одним из самых мелких млекопитающих. Летучая мышь весит не более 2 граммов. Из-за миниатюрного размера ее часто называют мышь-шмель. Она легко может поместиться в спичечный коробок, а некоторые насекомые по сравнению с ней могут показаться гигантами. Свиноносые летучие мыши обитают в юго-западной части Таиланда, в национальном парке Сай-Йог и в некоторых районах Мьянмы. Животное отличается носом, похожим на свиной пятачок, крупными ушами, большими крыльями и отсутствием хвоста. Спина малютки покрыта шерсткой бурого или серого цвета, а брюшко окрашено в более светлый оттенок. Летучие мыши живут небольшими группами внутри неглубоких пещер. Вместе по 4-5 особей. Они вылетают ночью на охоту. Питаются мини-мышки насекомыми, в основном мелкими мурашками. Хамелеон брукезия – 2-3 см. Малая брукезия – самый миниатюрный из всех известных хамелеонов. Одна из самых крошечных ящериц, внешне похожа на своих более крупных сородичей и ведет такой же образ жизни. Мини-хамелеон имеет короткое тело, немного закрученный хвост, двойной ряд колючих шипов вдоль хребта, зубчатые выросты над глазами. Неоднородный окрас тела рептилии включает в себя бурые, серые, зеленые, коричневые оттенки. Брукезия не меняет цвет кожи, как другие хамелеоны. Ее окрас изначально замаскирован под листву. Эта малютка обитает в изолированных условиях на острове Хосихара у северного побережья Мадагаскара. Брукезия живет в тропических лесах и ведет скрытый образ жизни. Днем бесшумно бегает по лесной подстилке и прячется в опавших листьях. Так она охотится на мелких насекомых. Ночью хамелеон забирается на стволы и ветви деревьев, чтобы поспать. Но из-за маленьких лап и короткого хвоста рептилия не может подняться выше 10 сантиметров над землей. Гвинейская лягушка или микроквакша 7-8 миллиметров. Наш удивительный топ-10 завершает лягушка, которая с легкостью умещается на ногте человеческого пальца. Ее вес составляет всего одна сотая грамма. Представители этого вида являются самыми миниатюрными из всех известных сегодня позвоночных. Они обитают исключительно на острове Папуа-Новая Гвинея, и до недавних пор о них никто не знал. Только в 2009 году группа американских ученых случайно обнаружила этих малюток. В окрестностях деревни Амау исследователи установили микрофоны, чтобы записать звуки местных животных. Так они выделили новый звук, исходящий вроде бы от насекомого, но больше напоминающий кваканье. Экологи осмотрели территорию и нашли ту самую микроквакшу. Пятнисто-коричневый окрас и компактный размер лягушки служат ей отличным камуфляжем. Крохотное животное прячется в толстой листовой подстилке тропических лесов и ведет ночной образ жизни. Микроквакша является хищником, она питается мельчайшими насекомыми. Интересно, что миниатюрная гвинейская лягушка обладает сильными лапами и способна прыгать на расстояние в 30 раз больше, чем длина ее тела. Это был рейтинг самых маленьких животных на планете, но все еще далеко не полный список. Благодаря новым технологиям и стараниям ученых регулярно открываются новые виды из дикого мира природы. А мы в свою очередь с удовольствием рассказываем вам о них. Делитесь в комментариях, какого мини-зверька вы сегодня открыли для себя.